Добрый день! Меня зовут Ярослав Ковальчук и эта лекция будет о архитектурном наследии, его роли в развитии территории, о том, что вообще это такое, почему мы его хотим сохранять, какие проблемы возникают в этом, как можно действовать и что делать в рамках нашего законодательства текущей ситуации. Когда человек начинает заниматься архитектурным наследием, в какой-то момент каждый открывает для себя, что зона охраны объектов культурного наследия, охранная зона – это не одно и то же. Для меня это было каким-то огромным удивлением, но, собственно, если вы знаете, чем они отличаются, значит, вы вступили в сообщество людей, которые уже погружены в тем. Чуть дальше про это расскажу подробнее. Сначала о том, вообще зачем нужно сохранить наследие, какова его роль в городах. Сейчас мы видим, возникает много общественных движений и активистов, которые стремятся сохранить наследие. Часто это приводит к конфликтам, знаменитой истории про Архнадзор, как люди приходят, приходят, приковывают себя к памятникам. Вот. И, собственно, такой подъем общественной активности, он связан с тем, что наследие действительно очень важная вещь для самих жителей городов. То есть, это то, что связывает их с историей, то, что создает идентичность места, то, что позволяет человеку чувствовать себя частью чего-то большего, в истории своей страны, истории города и так далее. При этом наше охранное законодательство, оно довольно, довольно такой сильный уклон в философскую. То есть, с одной стороны, это право, у нас есть 73-й ФЗ, которым регулируется охрана наследия, при этом в нем и в самом ФЗ и в конкретных зонах охраны часто встречаются очень такие романтические формулировки, связанные с традицией искусствоведческого анализа культурного наследия. Ну, то есть, например, во многих исторических поселениях есть требования окраски фасадов цвета пастельных тонов. И это очень ростурческий формулировок. Можно взять коробку пастели, там будут самые разные цвета, и при этом в искусствоведении пастельные цвета означают какие-то мягкие, приглушенные, при этом сама пастель яркая, и конкретному чиновнику, который работает в департаменте охраны наследия, нужно решать, есть ли данный цвет, который ему предъявляют в проекте, пастельным или нет. Ну, то же самое касается формулировок сохранения визуальных раскрытий, целостности ансамблей, то есть, это вещи, требующие экспертной оценки. И те проекты, с которыми девелоперы приходят в администрацию, они должны соответствовать этим требованиям, при этом не всегда можно точно определить, а соответствует проект или нет. Тут, как правило, должна быть экспертиза, которая, в общем-то, не предусмотрена для архитектурных проектов. При этом девелопмент — это совершенно практическая работа, и девелоперы очень хорошо умеют все считать. То есть, девелопер сначала должен купить земельный участок, и, как правило, это покупается на кредитные деньги. Даже если на кредитные, то все равно это деньги, которые выпадают из оборота и какое-то время не работают, и тогда они должны приносить прибыль. Вот. И любые согласования, удлинение сроков реализации проектов ведет к увеличению расходов девелопера на кредит. А потом это, соответственно, включается в стоимость проекта и повышает цену конечного квартир или офиса, которые делаются в исторической территории. Вот. Кроме того, всегда есть риск того, что проект не пройдет согласование с органами охраны, или проект каким-то образом не будет реализован. И все, что любой девелопмент в зонах охраны, в достопримечательных местах, он связан с огромными рисками. Риски тоже считают как деньги. То есть, в Москве, например, в нулевые годы при Юрии Михайловиче риски доходили до 50%. Это значит, что один из двух проектов не реализуется в среднем, и каждый проект должен покрывать расходы и на себя, и на тот проект, который не реализован. Соответственно, стоимость проекта увеличивается почти в два раза. Вот. Ну, лет пять назад в Москве риски были порядка 20%, а сейчас они еще немного снизились. То есть, какой-то прогресс есть, но все равно для девелоперов это дополнительная стоимость, которая в результате потом оплачивается людьми, которые покупают квартиры, или компаниями, которые работают в пользовательство и так далее. Вот. Последствием это является, что во многих городах памятники и исторические территории не развиваются, сами памятники стоят пустыми, их нерентабельно реставрировать и использовать, и постепенно вот эта вся историческая часть городов деградирует. И возникает странный парадокс, что, с одной стороны, у нас есть законодательство, которое должно стимулировать охрану, сохранение наследия, но в нем же есть вещи, которые, наоборот, на практике не дают этим территориям развиваться и ведут к разрушению, утрате исторической среды и самих памятников. Как мы к этому пришли? Собственно, история охраны наследия началась сравнительно недавно. То есть нынешняя система сложилась во второй половине XX века, не только в России, во многих других странах. Но первая идея о том, что наследие каким-то образом нужно сохранять, возникла в XIX веке. И самый первый правовой акт в Российской империи – это циркуляр министерства, описанное Николаем I о доставлении сведений об остатках древних зданий и воспрещении и разрушения он. Собственно, это прообраз нынешнего реестра объектов культурного наследия. Тогда была действительно проведена такая инвентаризация старинных зданий. В основном это были либо церкви, монастыри, либо кремли, оборонительные сооружения. Порядка четырех тысяч объектов было оставлено на охрану. Еще не имеют закона, но они получили какой-то статус. Потом в XIX веке постепенно развиваются общественные организации. Это общество любителей старинных, археологическое общество, которые начинают собирать, изучать наследие. И формируется научный аппарат, который ляжет впоследствии в основу нынешних методик и вообще представления, что такое парик. В конце XIX века было несколько попыток принять закон об охране наследия, до революции еще, но по разным причинам они не были приняты. Частично в силу критики со стороны Министерства финансов о том, что это приведет к большому увеличению расходов правительства на охрану наследия. Другой проект был отклонен. Наоборот, в результате критики со стороны общественных организаций, археологических обществ, ну, в общем, так это и не сложилось. Но в конце XIX века было сформулировано, во-первых, само понятие памятник, и дано ему определение, стало понятно, что же это такое. И сформулированы основные критерии оценки ценностей. Научная ценность, эстетическая ценность и историческая ценность. То есть эти критерии, ну, и сейчас, лежат в основе всех методик оценки объектов культурного наследия, выявлений, понимания того, является данный объект наследием или нет, или просто историческая застройка. После революции происходит довольно такой сильный сдвиг. То есть часть памятников воспринимается как наследие царского режима, и вообще вся охрана наследия очень сильно идеологизируется. Ну, появляется совершенно новый вид памятников, памятники революционного движения. Музей Ленина в городе впоследствии сделан. Это важно понимать, что ценность памятников, она не абсолютная. Мы не можем сказать точно, памятник это или нет. Ценность это то, что люди считают ценно. И эти ценности, представление о ценности, о том, что является наследием, что нет, что ценно, что нет, оно меняется со временем. И довольно сильно. В середине 20 века, уже уверенно, вернее, во второй половине, происходит, после Второй мировой войны, происходит переосмысление наследия. И снова после такого революционного сдвига отказа от памятников церковных, в первую очередь, связанных с монархией, появляется представление о том, что все-таки вся наша история ценна, и все, большая часть древних объектов, они имеют какую-то историческую, культурную, художественную ценность. И тут важный момент. Во-первых, создается общество ВАОПИК. Ну, то есть в Советском Союзе возникновение такой большой общественной организации. Это, в общем, довольно редкое явление. Одним из главных идеологов, основателем его был Академик Лихачев, который, собственно, и пропагандировал новые отношения к наследию, его охрану. В 1978 году принимается закон об охране культурных памятников истории, памятников истории культуры СССР. Это очень важный момент. То есть этот закон, его последствия мы чувствуем сейчас, он был полностью основан на процедуре согласований. В Советском Союзе не было частной собственности, и строительство, и охрана наследия занимались разные государственные структуры. И, собственно, их взаимодействие происходило через согласование. И в такой системе это было единственным инструментом, который и самым логичным, простым, понятным. И до сих пор привычка к согласованиям, привычка к требованиям согласования, она живет в головах экспертов и общественности. Хотя, собственно, в нынешней ситуации граффору не запрещены согласования, кроме тех, которые предусмотрены. Но очень часто эти процедуры пытаются каким-то образом создать, внедрить, происходят суды с отменами всяких формативных факторов. Вот. И, собственно, это и создает довольно много проблем и у девелоперов, и у тех, кто хочет, общественные движения, которые хотят сохранять наследие, но не только сохранять, развивать исторические территории. И в 2002 году, наконец, принимается нынешний действующий 73-й ФЗ об охране обликных культурного наследия, о котором мы сейчас чуть-чуть подробнее поговорим. То есть мы можем выделить четыре основных периода. 19-й век, такое открытие, исследование наследия, потом переосмысление его в свете революционных ценностей, и во второй половине 20-го века уже формирование нынешней системы оценки. И оценка наследия — это всегда экспертная оценка. У нас сейчас существует историко-культурная экспертиза, в которой проходят все документы об охране, и, собственно, институт государственного охрана наследия. В их основе лежат те критерии, которые были сформулированы в конце 19-го века. Это историческая ценность, научная ценность и художественная ценность. И, как вы видите, собственно, это все критерии ценностей. Про нормативно-правовую базу охраны наследия. У нас есть МСССР, но есть и международные документы. Это манифесты, они помогают нам просто понять какие-то основные принципы, к ним можно апеллировать, хотя они имеют примеру умовы действия в Российской Федерации. Например, в венецианской хартии есть принцип того, что все новое должно заметно отличаться от подлинг. Мы, собственно, часто видим, когда создают памятники, или достраивают, перестраивают, так что вообще непонятно, где старое, где новое. Это притворечь в международной хартии, и, собственно, можно использовать в аргументах защиты тех или иных районов. В Тель-3 ФССР есть определение объекта культурного наследия, и, в общем, к нему может все относиться. Могут относиться объекты движимого имущества, археологии, монументально во искусстве, мемориальные объекты и так далее. Тут очень-очень большая классификация. Вот. И законом предусмотрено, во-первых, реестр объекта культурного наследия, то есть правовой точкой зрения наследием является то, что стоит на учете в реестре. Объекты культурного наследия разделяются по видам, категориям. Объекты культурного наследия должны иметь предмет охраны, в котором написано, что же там охраняется, что нет. И у нас есть органы охраны объектов культурного наследия, которые предназначают полномочия по всей этой деятельности. Но очень кратко. Виды ОКН. ОКН — это объекты культурного наследия. У нас три вида памятники, остальные достопримечательные места. И отдельно есть исторические поселения. То есть это не объекты культурного наследия, но какие-то ценные, ну, обычно старинные города, их центры, которые тоже охраняются. По категориям объекты культурного наследия делятся на федерального, регионального и местного значения. Ну, собственно, это значит, кто, какие органы занимаются их охраной. Либо федеральное министерство культуры, либо региональное, либо органы местного самоуправления. Вот. Есть процедура выявления объекта культурного наследия. Там делаются историко-культурные исследования, на основе которых разрабатывается предмет охраны. И, собственно, в памятнике охраняется не все, а только то, что входит в предмет охраны. Это вот такой тонкий момент. Что же именно внесено в предмет охраны? То есть часто бывает, что там очень много всего находится, и это мешает приспосабливать памятник, как-то его использовать. И не всегда это обоснованно. С другой стороны, есть моменты, когда в предмет охраны не вносятся какие-то ценные вещи, и это ведет к их утрате. И вот найти этот баланс, собственно, призвана историко-культурная экспертиза. У нас есть эксперты, которые проходят федеральное рецензирование, и вся эта охранная документация проходит экспертизу. И затем подтверждается органами охраны объекта культурного наследия. Субтитры создавал DimaTorzok